О передовых технологиях и проектах в области энергосбережения говорили в ходе выездного заседания представители правительства Волгоградской области, энергетики, промышленники и главы муниципалитетов. Снижение энергозатрат, переход на более дешевый ресурс, особенно в сфере ЖКХ, сегодня эти вопросы в числе наиболее значимых. Тема продолжит Мария Иванченко. Программа по энергосбережению в нашем регионе уже работает и рассчитана до 2020 года. Прежде всего она направлена на снижение энергозатрат в социальных учреждениях и промышленности, ведь именно эти сферы потребляют наибольшее количество света и тепла. И в этом направлении уже есть достижения. За три года, благодаря внедрению новых технологий, удалось добиться снижения затрат на 20%. В Волгоградской области наработана неплохая практика внедрения программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в различных отраслях экономики. В промышленности внедряются новые технологии. Так, на залу «Газпром» и «Волокно» запущено новое энергоэффективное производство. Старое оборудование меняется на энергоэффективное, на ООО «Каустик». Проект по энергосбережению у нас реализуется прежде всего в сфере ЖКХ. Именно здесь потери энергоресурсов наиболее заметны. Так, в теплотрассах на смену старым металлическим трубам приходят пластиковые. Утепляются подъезды, на этажах используются энергосберегающие лампочки. Вопросы энергоэффективности, они сегодня во главе всего, да. И вообще бы хотелось сказать, чем меньше денег в наших бюджетах, тем важнее, тем приоритетнее становятся вопросы снижения затрат на энергоресурсы. Кстати, большую роль в энергосбережении играют и так называемые возобновляемые источники энергии. Примеры использования ветровых установок и солнечных батарей есть и в нашем регионе. Например, в Калачевском, Ленинском, Камышинском районах. Эксперты уверены, именно за такими технологиями будущее. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».